МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях участники форума «Территория смыслов» Анна Малашина и Кирилл Филимонов. Здравствуйте, ребят! Привет! Если можно, для начала несколько слов об этом форуме. Форум еще молодой совсем, проходит он в Владимирской области. Форум «Территория смыслов». Много смен в себя включает. Вот мы выбрали одну из смен. Как она правильно называлась? «Территория смыслов» – образовательный форум, экономический форум. Мы выбрали тему экономики, бизнеса и предпринимательства. Хотя я лично к этому мало имею отношения, Кирилл это чуть ближе, но наш проект хорошо подходил под тематику этой смены. Вообще по жизни вы чем занимаетесь? Вы студенты или уже вышли из этого разряда? Я в этом году выпустилась из Агротехнологического института нашего университета. И сейчас, через полгода, закончу педагогический университет, тоже наш Рязанский, и работаю параллельно педагогом дополнительного образования в межшкольном учебном центре. Кирилл? Ну, у меня 29, поэтому я закончил давным-давно, но увлекаюсь растеневодством. Поэтому подумал, что именно на этот форум можно представить наш проект, который связан с растениями и с детьми. Вот, ребята, мне всегда были интересны люди, которые решаются на участие в таких конкурсах, форумах, фестивалях. Я, может быть, тяжела на подъем, но для меня это всегда просто нечто невыполнимое. Как решились, как долго обдумывали, стоит, не стоит, или в принципе таких мыслей не было? Ну, не обдумывали. Кирилл предложил, я подхватила эту интересную идею, участвовать в таком конкурсе. Но я лично уже и была и на Селигере в свое время, и на Тавриде, и в целом участвовала в большом количестве таких мероприятий подобных. Это было такое очередное интересное событие. Но конкурсы начали готовиться уже основательно, заявку мою очень долго не одобряли. А, Кирилл, как тебе пришла идея поехать туда? Я уже не помню. Мне порекомендовали друзья во время пробежки. Они узнали про наш проект и говорят, слушай, Кирилл, есть вот такой территорий смысл в такой форум, попробуй подать. Ну и вначале ты думаешь, ну, эй, а потом думаешь, ну, почему бы нет? Действительно, ничего не теряешь. Да, да, абсолютно ничего не теряешь, только в плюсе, в любом случае. Что за проект? Наш проект профориентационный, на сельскохозяйственные специальности. Регион наш, исторический сельскохозяйственный, очень интересно было заниматься именно этим направлением. Ну да, то есть идея проекта очень проста. Мы устанавливаем в любом помещении мини-тепличку круглогодичную, приглашаем школьников и вместе с ними выращиваем растения от семечка до семечка. Это первый этап. После того, как они вырастили растения, дальше мы идем в вузы, знакомимся с сельхозспециальностями, которые они в будущем могут получить. Это второй этап. А третий этап, это уже мы приходим на предприятия разные сельскохозяйственные, и они смотрят, куда они в будущем могут применить эти знания. То есть такой получается взгляд в будущее. То есть направлено именно на то, чтобы ребята уже со школьной скамьи знали, что такое сельское хозяйство и понимали, что они могут быть полезны своему региону. Да, в том числе и нашли себя в этой сфере, потому что очень много существует стереотипов по поводу выращивания, сада, дачи. У детишек складываются очень быстро негативные впечатления. И потом, даже если ребенок тянет чем-то подобным заниматься, найти в себе сил, признать это через стереотипы, пройти этот сложный путь, очень нелегко. Поэтому мы им помогаем, мы их знакомим, мы стараемся сформировать такой положительный образ этих специальностей, и надеемся, что у нас все обязательно получится. Ну вот на словах это все звучит достаточно просто. В каком виде вы этот проект представляли? Это была какая-то презентация, или как это вообще все происходит? Да, конкурс состоит из двух этапов, даже трех. Сначала подается, прописывается полностью проект в таком печатном виде, и подается вместе с заявкой к ребятам на сайт. Потом администрация рассматривает все заявки, мы приезжаем на форум, подтверждаем ее. Дальше они читают, вчитываются, у них есть критерии, они оценивают и смотрят, насколько проект вообще годен для данной смены. И после этого допускают из всего количества заявок, допускают, у нас было 203 заявки, допустили до защиты публичной 80. И потом все желающие могли прийти и услышать презентацию, которая длилась 3 минуты для экспертов, и еще несколько минут они задавали вопросы. То есть по большому счету, чтобы рассказать, насколько классный проект каждого участника, есть всего 3 минуты. И вот из этих 80 участников в итоге сколько человек получили гранты? 20 человек получили гранты, один на 300 тысяч, это наш грант, и другие несколько на 200 и большая часть на 100 тысяч. 20 человек. Ну, мы вас поздравляем с таким успехом, такой удачей. Вообще, вот вы же видели тех людей, которые вместе с вами там были, ну, грубо говоря, ваших противников, да? Может быть, не стоит их так называть, да? Но тем не менее, людей, которые так же, как и вы, приехали с такой же целью, сильные они были? Какие у них были интересные проекты? Может быть, вы что-то для себя почерпнули? Очень много талантливых, интересных людей, очень много интересных проектов, огромное количество талантливых ребят. Здорово, здорово. Кирилл, какой тебе запомнился больше всего? Мне, честно говоря, понравилась девочка, они предлагали делать, они называются «Сделано бобрами». Ребята придумали проект, в котором можно из природных материалов делать очень красивые, полезные вещи вместе с детьми и для семей различных. А тебе? Наверное, тот же самый. Ну, да. А так, очень много технологических было проектов, технических, сложно которые сделать, но в чем большой плюс конкурса в том, что эксперты, когда с вами работают, они не только отсеивают и пытаются понять, какой проект выиграет, но и помогают тем ребятам, которые под критерием вот этой смены экономической не подходили, они перенаправляли их в другие фонды, в центры, на другие конкурсы их направляли. И ребята уже оттуда могли подавать заявки на другие конкурсы и участвовать в грантовой поддержке. Вы вообще, когда туда ехали, ожидали, предполагали, что грант будет ваш? Мы воспринимали это как игру. То есть ты попадаешь, ты уже в плюсе, тебе все нравится, и там же целый день там происходят образовательные программы. Вот. И поэтому мы круто проводили время, плюс еще параллельно писали там проект, дописывали его, вот, и представляли. Поэтому это как, наверное, как соревнование, где главное уже участие, а победы, это, ну, всегда приятно. Да, поэтому, когда мы его получили, не было такого, ну, сначала, конечно, удивления, восторг и радость, а потом мы как-то так шли, и а что произошло, что произошло. Ну, мы будем дальше работать, здорово, интересно. То есть теперь весь ваш проект должен быть реализован именно на те деньги, которые вы получили? Да, конечно, да. Еще не получили, только в октябре. Да, у них так интересно построена система, что конкурсы проходят с основным летом, а бюджет распределяется по осени. И да, теперь мы эти деньги используем на реализацию нашего проекта. Мы планируем сделать это в начале 2018 года, зимой начнем, и в течение года мы должны все это реализовать. Потом отчитаться о том, как все прошло, в цифрах, в качестве, в количестве, в СМИ. И уже администрация посмотрит, насколько верно они приняли решение, подав победу нам. А каким образом будут вами выбираться школы, где ваш проект будет реализован? Или, в принципе, уже все решено? Ну, у нас не то, чтобы школы, в которые мы придем сами, здесь скорее мы пригласим. Мы, наверное, будем отправлять заявку для всех школ, чтобы нам поучаствовали. Вот мы недавно собирались и обсуждали то, как пройдет наш дальше, будет существовать проект. И будем распространять информацию, устроим, возможно, некий конкурс для ребят, которые заинтересовались бы нашим проектом. И со всей Рязани, возможно, Рязанского района, области, кому было бы удобно приезжать к нам, мы всех с удовольствием примем. Какие растения вы будете выращивать? Мне интересно. В маленькой тепличке что можно вырастить? У нас тепличка состоит из двух частей. В одной мы выращиваем большие растения, светолюбивые. Мы будем выращивать томаты, огурцы, баклажаны, перцы, арахис попробуем вырастить, но это эксперимент будет. А во второй части теплички у нас будут стеллажи для растений с маленькой корневой системой. Это будут салаты, это корнеплоды попробуем, всякая зелень, цветочки. То есть мы будем сажать все и смотреть, что из этого вырастет. А сколько дней проходил вообще форум и что вам больше всего запомнилось? Форум проходил 6 дней. Что запомнилось? Во-первых, программа, она очень плотная, очень насыщенная. То есть ты просыпаешься и буквально через полчаса весь твой досуг уже распланирован. Это зарядка, это завтрак, потом образовательные лекции. И, наверное, больше всего мне запомнились лекции и практикумы от ребят, от реальных предпринимателей, которые молодые и общались с нами на нашем языке. То есть они приходили и рассказывали все, как было, про взлеты и про падения. Потому что большинство они рассказывают про взлеты и так слушаешь, думаешь, ну это так, все легко. А когда приходят ребята и рассказывают в том числе и про их провалы, ты понимаешь, что предпринимательство связано и с тем, и с тем. То есть есть определенные риски, есть определенные неудачи. Но, например, я вот этих предпринимателей называю неваляшками. Что бы ни случилось, как бы они ни падали, они все равно встают обратно и продолжают свой путь. И вот это очень сильно мотивирует. Аня, а ваши какие самые сильные впечатления? Мне очень всегда нравится, когда на форуме съезжается вся Россия. Мои впечатления обычно связаны с людьми, которых я там встречаю. Но я не имею никакого отношения к экономике, поэтому были интересные лекции. Очень здорово там приезжали очень высокопоставленные люди. Но я так слушала сквозь-сквозь. Мне еще очень сильно запомнилась делегация нашей Рязанской области, тем составом, которым мы ездили на этот форум. Отличные ребята. Очень многие из них тоже подавали проекты свои, и с ними было очень интересно общаться. Мое главное впечатление – это люди. Ну и, может быть, подводя итог, на сегодняшний день действительно очень много молодых людей, у которых много интересных идей. Но они немного побаиваются участвовать в подобных форумах, в каких-то конкурсах. Как им себя мотивировать? Ваш совет. Лично я предложила бы им просто действовать. Просто действовать. Ожидать результата всегда хочется, но по большому счету можно отпустить ситуацию и понять, что каждое твое действие предполагает какой-то важный опыт, важный шаг, важный опыт. И поэтому я предложила быть им просто смелыми и действовать. Кирилл? Да, тут тот же самый совет. Потому что действие всегда лучше, чем без действия. И очень любить свое дело, которым ты занимаешься, потому что, чтобы рассказать и заразить свои идеи, большую аудиторию за три минуты, надо очень-очень любить свое дело и видеть в нем такое вот нечто важное для всех, не только для себя. То есть, когда любишь, хочется и поделиться им. Поэтому действовать и любить то, чем занимаешься. Ребят, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Еще раз вас поздравляем и с интересом будем следить за реализацией вашего проекта. Спасибо, Арина. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнали Симон.